Мероприятие профилактического проекта «Кубань в независимости» губернаторской стратегии «Будьте здоровы» проходит во всех районах края. В рамках акции проводится профилактическая работа, пропагандируется здоровый образ жизни. С подробностями наши корреспонденты. По ходу поступления вот этого гугарного газа происходит поражение всех структур организма. Юным славянцам электротехнологического техникума рассказывали о пагубных последствиях наркомании, токсикомании, алкоголя. На базе учебного заведения были развернуты специальные кабинеты, в которых специалистам краевого наркологического диспансера была организована работа с группами учащихся по нескольким направлениям. Для студентов даже провели виртуальный эксперимент. Дети и подростки смогут увидеть, как изменится их внешность при употреблении психоактивных веществ, если они будут их употреблять. Приложение называется «Машина времени курящего» и «Зеркало алкоголика». Ребята имели возможность побеседовать с врачом-наркологом, задать интересующие вопросы, получить ценный ответ. В кабинете отказа от курения каждый студент прошел обследование с помощью спирометра, чтобы объективно оценить функциональные возможности дыхательной системы, определить биологический возраст своих легких. Говорили и об альтернативе – здоровом образе жизни. В этом и заключается цель проекта – пропагандировать спорт и вызывать у подростков негативные отношения к наркотикам, алкоголю и курению. Очень понравилось, мне запомнилось все то, что не надо пить, не надо курить. Это приводит к гибели организма, это приводит к гибели человека. Все рушится, старение кожи, потому что преждевременно это у женщин происходит. Морщины, не ухаживание за собой – это очень противно, некрасиво. Иван Вакуленко считает такие акции очень полезными, ведь каждый должен знать, что его ждет, если он будет употреблять алкоголь или наркотики. Пить – это, конечно, нехорошо, даже если пить по праздникам, потому что это вызывает, как бы вам так сказать, рода, алкогольная зависимость разрушается внутри печень, почки. Очень влияет это на мозг, потому что, когда человек выпьет, у него нарушается походка. Проект «Кубань вне зависимости» действует с 2012 года. За это время краевые специалисты побывали во многих уголках края. Как показали результаты тестирования, благодаря таким акциям в крае удалось снизить количество курильщиков в два раза. Проект будет работать до 2017 года. Тина Кабачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует, насколько на